Привет всем! Сегодня хотелось бы поговорить, конечно, о нескольких фичах или секретах Windows 8, но сегодня мы поговорим об одном из клиентов Твиттера, а именно о самом Твиттере. В принципе, в магазине есть куча приложений. Твиттер, Твиттео, ещё что-то подобное. Есть также Твиттер Плюс, но он платный. Кстати, в чём прикол? Твиттер недавно стал тоже бесплатным, и я воспользовался возможностью и поставил себе посмотреть, чем же он отличается от обычного клиента, если смотреть браузерно. Собственно, запустим. Такая картинка интересненькая на синем фоне, ихний логотипчик. Ну, как я думаю, вы заметили, в принципе, почти никакой разницы от браузерного. Здесь вообще ничего не отличается, абсолютно ничем. Есть те же самые главные, но, правда, есть вкладка на связи, поговорим о ней позже, в курсе, вкладка «Я», то есть ваша личная страница. Лента новостей представлена следующим образом. То есть, вы видите коротенькое содержание нового Твита от тех, на кого вы подписаны, или тех, кого вы читаете. Если вы хотите увидеть больше, просто нажимаете на сам Твит, он открывается в таком миниатюрном окошечке. Здесь у вас есть возможность ретвитнуть его. Есть возможность ещё раз ретвитнуть, непонятно почему. И, собственно, добавить его, пропало, добавить его в избранное. Выделяется таким оранжевеньким, но оно не надо, оно не избранное. В принципе, с лентой новостей мы разобрались. Здесь также вы можете написать новое сообщение, твитнуть. Кстати, по-моему, вот это как раз и есть тоже самое кнопочка, только ярлычок другой. И можете включить поиск. Теперь давайте продолжим по вкладкам. Вкладка на связи. Если честно, я с первого раза не совсем понял, что это за вкладка, потому что в Твиттере, в браузерном Твиттере, такой вкладки, по-моему, нет. Здесь, как я понял, отображены те, кого вы читаете, и те, кто читает вас. И указано в днях, сколько дней, кто на кого подписан. Вот, например, пользователь от робота Артём подписан на меня, точнее, читает меня 409 дней. И также о других пользователях здесь вы можете найти информацию. Курсе. В курсе здесь, как и в Твиттере, реализована поддержка новостей. То есть, все интересные новости, которые выкладываются в Твиттер, отображаются именно в этой вкладке. То есть, можете посчитать, что касается вашей страны, не вашей страны, за границей и прочего. И добрались, наконец-то, до вкладки главной. Ну, то есть, не главной, а вкладки «Я», моей персональной страницы. Оформлена она весьма неплохим образом. Слева вся информация о вас, справа, собственно, ваши твиты. Подробненько о ярлычках. Ярлычок «Сообщение». Нажав на этот ярлычок, вы можете создать новое сообщение какому-нибудь пользователю, который читает вас, или на которого читаете вы. Вкладка «Избранная». Сюда добавляются ваши избранные твиты, которые вы отбираете и ставите вот тут звездочку-оранженку. Они все попадают сюда. Кстати, в предыдущей версии Твиттера не было списков. Теперь они появились. То есть, теперь у вас появилась возможность создавать такие же списки, как и при просмотре Твиттера браузерно. Твиты. Здесь информация о всех ваших твитах. Те, кого вы читаете, и тех, кто читает вас. В принципе, оформлено все весьма неплохо. Можно, кстати, сравнить с самим Твиттером в браузере. И посмотреть, чем же они отличаются. Вот как раз загружается сразу моя страница. То есть, тоже самая вкладка «Главная». Организована почти таким же образом. Посередине у вас все ваши новости. Новые твиты. Здесь небольшая информация по всем. Уведомления. Вот уведомлений, кстати, нет. Может быть, уведомления – это вот эта вот как раз вкладка на связи. Ну, хотя она организована немного другим образом. Перейдем опять в Оперу. В курсе. Здесь вот как раз все ваши новости. Кстати, можно просмотреть твиты. Здесь действия. Ну, да ладно, не буду рассказывать о браузерном, так как вы это и так все умеете пользоваться этим. Поэтому перейдем сюда. В принципе, вы увидели, что абсолютно никаких отличий нет. Практически даже мне кажется, что приложение Windows оформлено весьма и весьма неплохо. И в некоторой степени даже лучше, чем оригинальный сайт. Давайте перейдем к настройкам. В параметрах у нас есть следующее. Опции. То есть здесь вы можете включить-отключить упоминания. Также выбрать от кого. Ретвиты включить-отключить. Избранное включить-отключить. Также вы можете выбрать от кого. То есть от новых читателей или личные сообщения. Также есть вкладка «Показывать настройки». То есть здесь вы можете отключить или включить различного рода оформления. То есть вот, плиточки и прочее. Что же у нас еще есть? Политика конфиденциальности. Здесь куча ненужной информации, которую вы по-любому читать не будете, тем более она на английском языке. Условия предоставления услуг. То же самое. Куча ненужной информации. Нет, может здесь и будет русский. Нет, русского нет, поэтому вы можете сюда даже не заходить. Разрешение. Интересная вкладка. Она позволяет разрешить клиенту Twitter использовать следующее. То есть местоположение, веб-камеру. Ну, веб-камера для Twitter не нужна, поэтому она стоит выключенной. Уведомления. То есть вам могут приходить уведомления. И если ваш клиент Twitter открытый, то приблизительно вот в этом месте будет выскакивать сообщение. Ну, в принципе, как и в приложении ВКонтакте и в приложении Facebook. И также есть экран блокировки. Если он включен, то когда у вас стоит экран блокировки, то есть вот эта заставочка красивенькая, то внизу будут отображаться ваши сообщения, твиты и еще что-то. То есть вы можете сразу нажать на твит и сразу перейти к приложению. Но прошу заметить, что когда я ставил экран блокировки, то меня попросил любезный Windows убрать несколько приложений, так как у меня и так уже куча приложений было на экране блокировки. Поэтому можно поставить, можно не ставить. Что еще у нас есть в настройках? Ну, в принципе, больше ничего интересного. И, кстати, я так и не нашел кнопки «Выйти». У меня такая же проблема была с Facebook, но оказывается, что кнопка «Выйти» была в параметрах, причем вот здесь вот. Но тут такой кнопочки нету, и, собственно, я второй день уже не знаю, как выйти из этого приложения. Я знаю, что если почистить сиклинером все, то оно чудным образом закрывается. Но я же думаю, каждый день чистить сиклинером – это не вариант. Поэтому я думаю, это единственный недостаток этого приложения. В принципе, больше недостатков я не нашел. Приложение мне понравилось. Оформление просто изумительное. Придраться не к чему. Мне здесь все нравится, особенно то, как вы можете просматривать ваши новости. То есть, открывать сообщение в такой мини-плиточке, вы можете открыть в такую небольшую плиточку, где сразу есть и отзывы, и прочая бурда. Собственно, давайте теперь перейдем об оценке. Я думаю, что приложение можно оценить почти на все 5 баллов. Единственное «но» – это, как и сказал несколько секунд назад, что отсутствует кнопка выхода. То есть, ну, такое маленькое неудобство. В принципе, приложение для пользователей Twitter будет очень и очень удобным, очень выгодным, потому что у вас буквально под рукой сразу же есть такой клиент, который будет вас уведомлять о вновь созданных твитах или пришедших вам сообщениях. Но, так как люди в странах СНГ не сильно пользуются приложением Twitter, то, скорее всего, это приложение так и останется все-таки популярным больше среди пользователей Британии, ну и других стран Европы. Над этом, я думаю, обзор можно закончить. В следующих видео ждите два очень интересных приложения Windows, можно сказать, уникальных новинки именно операционной системы Windows 8.1. Поэтому не упустите возможности, подписывайтесь на канал и следите за нашими новыми видео. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok